Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Житель Карачаева Черкесии подозревается в посягательстве на жизнь помощника прокурора. Мужчина задержан. Обстоятельства преступления устанавливаются. 99-летняя жительница Черкесии излечилась от ковида и выписалась из госпиталя. В этом году Евдокия Машталер отметит 100-летний юбилей. С песней по жизни Хонни один десяток лет. 85-летний юбилей отметил заслуженный работник культуры педагог Александр Ячменцев. Клуб смешанных единоборств Карачаев открылся в Черкесии. Будущие чемпионы уже активно тренируются. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов призвал жителей республики принять участие в общественной гражданской патриотической акции «Бессмертный полк», которая пройдет в России 9 мая в онлайн формате. Нужно зарегистрироваться на сайте polkrf.ru и отправить фотографии своих героев. Следственным отделом по Черкесску Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя подозреваемого в совершении преступления посягательства на жизнь помощника прокурора. По данным следствия, вечером 19 апреля помощник Кабецкого межрайонного прокурора в форменном обмундировании находился в помещении магазина «Кафе «Уазис» в Черкесии». В это время в помещение вошел мужчина, у которого при виде работника прокуратуры возник преступный умысел. Злоумышленник, подойдя к помощнику прокурора, со спины схватил за голову и приставил нож к шее. Преступные действия были пресечены своевременной защитной реакцией сотрудника прокуратуры и очевидцами преступления. В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками следственного отдела. Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела взятом на личный контроль. Составлен план. Выполняются необходимые первоначальные следственные действия. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 ПК. В отношении него будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. 99-летнюю пациентку сегодня выписали из ковид-госпиталя на базе городской больницы Черкеска. Две недели назад Евдокию Степановну Машталер госпитализировали с карновирусом в реанимационное отделение. Помимо солидного возраста у бабушки были и сопутствующие заболевания. Врачи отметили, что лечение возрастных пациентов усложняется симптоматикой, за которой можно не заметить пик заболевания. Немало усилий в выздоровлении Евдокии Степановны приложили реаниматологи, которые проводили кислородную поддержку организму. Через неделю состояние пациента улучшилось и ее перевели в отделение, где продолжался курс лечения. Самая Евдокия Степановна сейчас пребывает в добром здравии и сегодня вернулась домой. Хорошо себя чувствую, очень хорошо, нормально, ничего не болит у меня, ничего не беспокоит. Ухаживали девочки, сестрички, очень хорошо, очень. Большую часть работы провели наши реаниматологи, потому что в реанимации именно ее стабилизировали, стабилизировались цифры, своевременно все укололи, все препараты, все назначили. Поэтому наши реаниматологи вместе с нашими терапевтами, которые работают в реанимации, у нас есть отдельные терапевты в реанимации, провели всю основную работу. Справедливости рады, надо отметить. В Карачаево-Черкесию поступила крупная партия вакцины, почти 10 тысяч доз. На сегодняшний день прививку сделали более 21 тысячи жителей республики и вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 936 человек, из них 19 821 выздоровели, 138 госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильный, гроза и град. Ветер северный 6-11 метров в секунду, ночью будут порывы до 15-19. Температура ночи плюс 4-9, днем 8-13 выше нуля, в горах местами до плюс 7. В Черкесии кратковременный дождь, ночью гроза, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 7-9, днем 11-13 градусов тепла. Весна будет чудесной с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии напоминают жителям республики о порядке и преимуществах получения госуслуг путем подачи электронного заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление можно отправить в любое время суток, праздничный и выходной день через компьютер, планшет или мобильный телефон с допуском к интернету. Граждане при подаче заявления на получение госуслуг через портал имеют право оплачивать государственную пошлину с 30% скидкой. Зарегистрировавшись один раз на портале госуслуг, гражданин может самостоятельно подать документы на такие услуги, как предоставление адресно-справочной информации, получение внутреннего паспорта, получение заграничного паспорта сроком действия 10 лет и 5 лет, на заявление на регистрацию по месту жительства, по месту пребывания и снятие с регистрационного учета, также на оформление приглашения физических лиц на въезд в Российскую Федерацию. Преимущество портала, прежде всего, заключается в том, что портал работает круглосуточно. Человек бесконечно влюбленный в музыку, в Карачаевске в Центре культурного развития имени Кайсына Кулеева прошло праздничное мероприятие, посвященное 85-летию и 60-летию творческой педагогической деятельности заслуженного работника культуры Карачаево-Черкесии Александра Ячменцева. На юбилей побывал Олег Хан Лепшоков. Талантливый учитель, человек творческой энергии. Александр Ячменцев всю свою жизнь отдал становлению и развитию музыкального искусства в Карачаевском городском округе. Его педагогическая деятельность началась в марте 60-го года в городской музыкальной школе. От имени мэра Карачаевска Альберта Доттаева поздравила юбиляра его заместитель Елена Байрамукова. Она отметила, что Александр Ячменцев всегда оставался верен своей профессии, прививая подрастающему поколению любовь к музыке. Вы высококлассный профессионал, тонкий знаток своего дела. Ваша увлеченность музыкой, творческий энтузиазм, доброжелательность и отзывчивость снискали вам заслуженный авторитет. Громче всех наград о ваших профессиональных и человеческих качествах говорит искренняя любовь всех ваших учеников. Выражаю слова искренней признательности за ваш вклад в развитие культуры в нашем округе, за внимание и бережное отношение к культурному наследию, искусству, народному творчеству. Александр Ячменцев приложил немало творческих сил на развитие самодеятельности в школах Карачаевска. Многие годы проработал преподавателем на музыкально-педагогическом факультете КЧГУ. Многие из присутствующих отмечают его самоотверженный труд в области культуры, а также чуткое отношение к профессии и в целом к искусству. Вы внесли неоценимый вклад в дело воспитания подрастающего поколения города Карачаевска, формируя в них любовь к искусству и всему прекрасному. Мы искренне желаем воплощения в жизнь всех ваших добрых замыслов, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким. Многие его воспитанники и работники отдела культуры Карачаевска поздравляли юбиляра, даря свои музыкальные композиции. Несмотря на свой достаточно солидный возраст, Александр Ячменцев полон энергии и активно вместе с артистами исполнял полюбившиеся песни. Есть только мир между прошлым и будущим. Именно он называется живым. Друзья и коллеги в этот день поздравились с юбилеем Александра Николаевича. Каждый из них выражал искреннюю признательность его жизненной мудрости и доброты. Он знает и понимает проблемы каждого из учеников, раскрывает их талант. Работники детской музыкальной школы Карачаевска отмечают, что Александр Ячменцев бескорыстно несет людям любовь к музыке. Хочется пожелать вам сотый раз здоровья и здоровья, чтобы вы еще очень много лет работали в нашей музыкальной школе. И вот таким жизнерадостным, как вы являетесь, чтобы вы продолжали быть таким веселым, жизнерадостным, доброжелательным. Музыка – это моя жизнь, отмечает юбиляр. И сегодня я продолжаю трудиться, чтобы научить детей прекрасному. Очень хочется, чтобы у учеников было увлеченностью учеников, чтобы они, я все время говорю, что ребята, девочкам особенно, ведь преподавание в музыкальной школе – это ведь хорошая профессия. Но почему-то, почему-то не очень желают поступать в музыкальное заведение, чтобы продолжать профессиональную свою деятельность. Александр Ячменцев продолжает педагогическую деятельность и идет с песней по жизни. Алина Ханепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Черкесии открылся спортивный клуб смешанных единоборств Карачаев, которым бесплатно смогут заниматься все желающие. Главная цель – популяризация здорового образа жизни. Среди молодежи в клубе созданы все условия для спортивного развития. На открытие побывал Аслан Гирюгов. Смешанные единоборства в последние годы набирают большую популярность. Начинающие спортсмены вдохновляются профессионалами ММА и желают добиться тех же высот. Для успешных выступлений в этом виде спорта необходимо иметь широкий диапазон навыков. Именно с этой целью был создан новый спортивный клуб «Харачай», в котором дети смогут заниматься бесплатно. Здесь работают профессиональные тренеры по различным видам спорта. Президент клуба Арсен Чумаев отметил, что главная цель – привлечь как можно больше детей. Да, слава богу, администрация уделяет много внимания спорту. Но я считаю, что все люди, которые могут, частные инвесторы, которые могут это делать, должны не ждать это от администрации. Каждый должен нести свой вклад, чтобы дети были в залах, а не на улицах или в гаджетах. Да, мы знаем, сегодня это беда. К желающим заниматься в новом клубе есть определенные требования. Тренироваться могут люди, не имеющие медицинских противопоказаний. Также есть возрастные ограничения. С 6 до 25 лет занимаются начинающие спортсмены. Старше 26 лет – профессионалы. На сегодняшний день каждый спортсмен, который сюда зашел, он счастлив. Потому что все спортсмены всегда мечтали заниматься в настоящем зале с профессиональным оборудованием, опытом и тренерами. Тем более, в интернете все смотрят, как известные спортсмены занимаются. У нас в каждой области свой специалист. Один специалист ставит борьбу, другой специалист. Руки, третий, джиу-джицу. Специально у нас штат 7 тренеров в каждой области. Свой опытный тренер. Своими впечатлениями с нами поделились и воспитанники клуба. Зава очень хороший, красивый. Все сделали на хорошем. Все сделали отлично. А чем ты ходил и что-нибудь? Здесь вольной борьбой и смешанным единоборством. Это основной борьбой и кросс-свитом. Спортивные снаряды и тренерский состав, а также и сам дизайн нового клуба очень нравятся детям. Все это мотивирует их заниматься спортом и идти к своей мечте. Пройдет еще немного времени и, возможно, наша республика узнает именно новых чемпионов. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Осколки». Продолжение следует...